Одесское побережье накрыл оливковый прилив. Экологи уверяют, это результат обильных осадков. Кроме того, некоторые специалисты обеспокоены, что вместе с оливковым приливом появились также соленоводные цианобактерии, которые могут быть носителем нейротоксинов. При попадании в организм они могут поражать печень и нервные ткани. На данный момент ученые-экологи изучают бактерию и проверяют свои опасения относительно ее воздействия на людей. Теперь и наше море зацвело. Оливковый прилив – результат обильных осадков и, как следствие, тиригенного стока, высокой температуры воды плюс 19 градусов и низкой солености 12,6 промилле. На сей раз соленоводные цианобактерии афонизаминон флос акве. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов. В частности, цианобактерии, надулярия для нас известный организм, а вот цианобактерия, которая в этом году цветет, она тоже относится к потенциально токсичным организмам и тоже выделяет нейротоксины. Но даже если этого и нет, даже если речь идет, в общем-то, о массовом размножении организмов, которые не выделяют таких веществ, все равно они очень значительно ухудшают состояние водной среды значительно. И даже у здорового человека может быть индивидуальная реакция на подобные организмы в виде аллергических реакций. Первый и теплый день в Одессе и пляжи просто не узнать. Единственной проблемой остаются последствия от длительных дождей, ведь специалисты до сих пор рекомендуют воздержаться от купания. Впрочем, знают ли об этом люди? Ну, мы не знали, просто из-за того, что вода мутная, не купаемся. Боюсь, вот я просто первый раз об этом услышала. Если это будет подтвержденная информация, мы не будем купаться. Точно. Нет, только ножки помочила. Вы знаете, да, о том, что купаться не только из-за этого не пошли воду? Нет, вода холодная и грязная. Туристы и местные отдыхающие не осведомлены о проблеме. Большинство не заходит в море только из-за холодной воды. А ведь от незнания проблемы ситуация только усугубляется. Впрочем, специалисты также подчеркивают, не очень чистая от дождей и канализационных слива вода такая себе реклама Одесского залива. В противном случае мы получим крайне неприглядное состояние прибрежных вод. Такое, что вряд ли туристы, даже самые сглаждавшиеся, смогут вот так вот купаться беспрепятственно. Когда ситуация нормализируется, сказать трудно. Эксперты объясняют. Обычно достаточно трех дней, чтобы морская вода восстановилась. Но ливни, по прогнозам, будут идти еще неделю, что делает невозможным процесс реабилитации моря. Как правило, трех дней бывает недостаточно после дождя для того, чтобы обновилась вода. В Одесском заливе такое обновление происходит в связи с ветровыми течениями, бризовыми так называемыми. А сейчас, когда атмосферные процессы очень интенсивные, этих бризовых течений воздушных может быть недостаточно для того, чтобы обновить воду в бассейне, ограниченную волнорезами. Поэтому вода, вот эта загрязненная, может сохраняться там значительно долго, неделю может быть. Впрочем, Одесса не в первый раз сталкивается с подобной проблемой. Подобные явления фиксировали в 2010, 2015 и 2019 годах. Правда, в прошлые разы этот вид токсичной водоросли развивался с другой цианобактерией.